Персонаж плохой учительницы Снежаны Денисовны из телешоу «Наша Раша» разрушителен для образа российского учителя и школы в целом. Поэтому необходимо выработать другие, положительные примеры воспитателей. С такой жалобой к президенту Российской Федерации Владимиру Путину обратились российские педагоги. Крошечные зарплаты, как там было в меме, образ не разрушают. Все новые и новые требования за те же копейки, тоже нормуль. Периодическое вытирание ног чиновниками и политиками, Эх, невидаль, прочный союз честных выборов и учителей. Пожалуйста, не сажайте, я ни на что не намекаю. Так просто в этих ваших интернетах говорят. Я знаю, что он не нужен. Образ только украшает. Но вот наша Раша когда-нибудь терпение должно было лопнуть. Глава государства посчитал претензию справедливой и пообещал, что власти выделят средства на создание контента с положительными образами учителей. Ну что ж, надеюсь, преподаватель математики Смоленска с зарплатой 20 тысяч за 36 уроков по достоинству оценит будущий контент. А уж учитель начальных классов из Твери наверное уже сейчас чувствует себя самым важным человеком в стране. Если, конечно, успеет быть первым, поторопись и 8600 в кармане. Вот зарплата учителя начальных классов. Две дорогие настолки. Это все, что вам нужно знать о нашем образовании в регионах. Че? А разрушает образ наша Раша. Привет, просветители. О том, что в наших школах не хватает педагогов, о молодых специалистах я даже упоминать не буду, еще бывший министр Васильева открыто говорила. И вот в этом месяце Сергей Кравцов поделился своими радужными, красочными, мы на этом канале против пропаганды, планами по модернизации, подождите секундочку, национальной системы подготовки педкадров, которая, по его мнению, должна стать одной из лучших в мире. Звучит правдоподобно. Я прочитал весь этот материал, и мне не хватило только заголовка, почему не стоит работать в школе. Во всяком случае, я именно так это все воспринял. Но прежде чем мы перейдем к анализу этого светлого пути в не менее светлое будущее, пара слов о Министерстве просвещения. Я уже привык, и что-то мне подсказывает, я не один такой, что речи чиновников и политиков не имеют ничего общего с реальной, школьной и университетской жизнью. Красивые заголовки сюда. Учителя, школьники, родители, студенты. Вы пока вот здесь где-нибудь потусуйтесь. Но хотя бы от чиновников от мирообразования хочется видеть минимальное понимание проблем. Внимание. Даже не решение, а просто понимание. Хочется видеть перед собой людей, которые понимают, что такое урок. Которые видели реальных детей, а не выглаженных первоклашек на линейке. Которые сами работали в школе. Понимаете? Работали, а не указивки спускали. Министром должен быть только учитель на выслуге. То есть минимум 25 лет отработавшим в поле. И не администратором отработавшим, а обычным учителем, желательно русского языка или математики, чтобы не проскочить мимо подготовки к ЕГЭ всего класса. А еще желательно, чтобы пока его дети сдавали экзамены, его приказом распределяли воспитателям на летнюю площадку. Ну и по мелочам, там ВПРы в каждом классе, олимпиады эти с привкусом зоопарка. Классное руководство, как обязательное условие. Без классного руководства, чтобы даже не рассматривали его в качестве кандидатуры на высокий пост. Но когда я читаю очередной оторванный от жизни кусок текста об образовании, я снимаю новое видео. Второй момент. В последнее время складывается ощущение, что Министерство просвещения и высшего образования, кто не знал, у нас теперь их два. Министерство. Работают только в те моменты, когда президент в прямой эфир выходит. Глава государства не нашел темы о Сталинграде в учебнике, срочная проверка всех учебных пособий по истории. У меня на эту тему уже было отдельное видео. Путин говорит о патриотизме, и буквально на следующий день кравцов. Школа теперь то-то и то-то. При этом о реальных проблемах рядового учителя и школьника вы из моих роликов больше узнаете. Это, блин, проблема. А, хотя есть еще один источник. Возможно, вы не знали, но несколько лет назад у меня вышла книга «Будни учителя». Серьезно, если вы впервые об этом слышите, мне прям обидно. И вот уж в ней вы сможете найти массу инсайдов о работе учителя. Павел, а где же можно приобрести вашу замечательную книгу? Спросите меня вы. На сайте labyrinth.ru отвечу вам я. А если вы уже являетесь счастливым обладателем этого шедевра современной российской литературы, то самое время задуматься о покупке других, конечно, чуть менее достойных, но все еще хороших книг. Особенно если вспомнить, что 1 сентября буквально на носу. Учебники, пособия, рабочие тетради, развивашки для самых маленьких, канцелярия. Сейчас на все это скидки до 45%. Никаких очередей и толкучки указ. Все максимально понятно и удобно. Вся учебная литература уже собрана по классам. Больше никаких вопросов из серии. А вот эта рабочая тетрадь к какому учебнику? И даже если вы уже, как и я, не отправляетесь ни в школу, ни в университет, не сомневайтесь, что-нибудь полезное на распродаже вы обязательно найдете. Не помню, я говорил уже о моей книге. Ну и пара приятных бонусов. 5% от стоимости некоторых товаров вернутся вам в виде кэшбэка на будущие покупки. Например, на второй дневник. А по промокоду ОСТАПОВ при заказе от 2000 рублей вы получите в подарок магнитные закладки с классиками. Переходите по ссылке в описании и покупайте хорошую и полезную литературу. Ну что ж, старшеклассники, мечтающие работать в школе. Что с вами не так? И студенты педвузов. Что же вас ждет? А заодно и всех нас. Наша страна нуждается в учителях, которые никогда не утрачивают любознательности и стремление открывать что-то новое для себя и своих учеников. Постоянно, самостоятельно растут и развиваются. Повышают квалификацию, чтобы делать свое дело как можно лучше. Считает Сергей Кравцов. Тут не поспоришь. Хотя хотелось бы. Наш учитель из Твери с зарплатой 8 тысяч еще не скоро потеряет любознательность и стремление открывать что-то новое. Все полки с просрочкой и акциями в пятерочке будут им внимательнейшим образом исследованы. Да и расти, развиваться такой педагог явно будет. Правда вот уже не в школе. Вот я сейчас еще на курсы повышения квалификации запишусь и вообще тысяч 10 получать буду. А еще я могу работать с репетитором. Первое. Формирование единого образовательного и воспитательного пространства. Над концепцией ядра высшего педагогического образования уже работает Ассоциация развития педагогических университетов. Эта концепция обеспечит единство при подготовке педагогов в разных регионах страны, преемственность на разных уровнях образования. Замечательно. И я сейчас нейронизирую. Это круто, если будущий учитель, что в Смоленске, что в Москве получит одни и те же знания. Только получать специалисты в этих городах будут совершенно несопоставимые деньги. И большинство адекватных педагогов при первой же возможности побежит из провинции. И я уже предвижу комментарии, поэтому... Сейчас все будет. В Москве другие цены, поэтому если сравнивать, то и все. Я жил в трех минутах ходьбы от метро Новокосино. До самого центра столицы я мог добраться за 30 минут. Но жил я в Подмосковье. Вот буквально через дорогу. Не утрирую. Москва? А мой дом в Подмосковье. И школа рядом тоже подмосковная, соответствующая зарплатой работников. Стоимость квартир такая же, как в Москве. Да потому что это по факту и есть Москва. Я в трех минутах от метро. Продукты? Да я их покупал в московских магазинах. А теперь, внимание, сторонники теории в Москве и цены другие. Объясните мне, пожалуйста, почему подмосковные учителя получают в разы меньше. Мне вот до сих пор непонятно. Ты просто глупенький. И вот теперь, обладая этой информацией, давайте все вместе подумаем. В какую школу пойдет работать молодой специалист из ближайшего Подмосковья? Если можно буквально перейти через дорогу и получать совершенно другие деньги. Какой уровень преподавания в этих самых школах, если у адекватного, талантливого, профессионального учителя есть возможность работать за совершенно другую зарплату? Хороший вопрос! Странно. Но теперь же по всей стране всех будут учить одинаково. И тут, кстати, еще один вопрос. А почему раньше было по-другому? У нас же якобы все школьники равны на ЕГЭ. Но если изначально учителей готовили не одинаково, давайте попытаемся предположить, в каком городе с этой задачей справляются лучше, то эти педагоги и детей готовят по-разному. Ну, готовили. Теперь-то везде все будет одинаково. Что в Москве, что в Урюпинске. Второе. Непрерывная практика студентов во время обучения. Министр уверен, что благодаря этому они смогут погрузиться в тонкости профессии, понять, какие компетенции востребованы и на чем нужно работать, а также найти наставников. Для этого запущен проект «Базовые школы». Педвузы будут сотрудничать со школами-площадками, где студенты смогут получать опыт. Это тоже на бумаге здорово. На бумаге. У нас что, молодежь из школы бежит, потому что не знает, какие компетенции востребованы? Скорее всего. Там случайно компетенции даже не мечтать в нормальном отдыхе за границей не присутствуют? Отлично. Покажите сразу же всю безнадегу с отчетами, бесправием и диким несоответствием обязанностей и зарплаты. Каким образом это должно кого-то привлечь? Тут скорее наоборот. Розовые очки спадут быстрее. И да, я обеими руками за практику студентов. Она на самом деле очень важна. Но в логической цепочке студент проводит больше времени в школе. Студент остается в этой школе в провинции. Вот очень важное уточнение. Явно что-то не так. Третье. Ранняя профориентация детей, которые проявляют интерес к профессии учителя. С этой целью уже с 1 сентября 2021 года во многих школах будут открыты классы психолого-педагогической направленности. К 2024 году их будет не менее 5000. Вот это нововведение. Правда, педагогические классы и до этого были. Чуть ли не в советское время. Но все мы знаем, что все новое это хорошо забытое старое. Ну что ж, давайте представим. Вот, к примеру, с 8 класса Машеньку и Петеньку начинают активно пичкать дополнительными педагогическими дисциплинами. Наши герои уже видят себя с указкой у доски. Поступать точно будут в Пет. Ума нет, иди в Пет. А потом на Headhunter они видят все то же Тверское объявление. А они, кстати, в Твери живут. И как вы думаете, какие выводы сделают старшеклассники? Ну, просто предположите. Они же изучают дополнительные педагогические дисциплины. То есть прям со школьной скамьи, даже не с университетской, готовятся к тому, что ты будешь получать копейки. Это сильно. Наверное, в нашей стране просто мало людей в педагогике заинтересованы. Точно-точно. Многие старшеклассники на самом деле хотели бы работать в школе, университете или детском саду. Потому что работа с детьми и подростками, это на самом деле интересно. Но не в наших условиях и не с объявлением из Твери. Четвертое. Обновление инфраструктуры. 10 миллиардов рублей уже выделено на ремонт и оснащение педагогических вузов. Эти деньги пойдут на создание уникальных образовательных пространств межфакультетских технопарков, универсальных педагогических компетенций, а также на повышение квалификации профессорско-преподавательского состава педагогических вузов. И это замечательно. И это опять не сарказм. Только после технопарков и компетенций часть студентов попадет в школу, я обещаю, что хотя бы здесь не буду говорить о зарплате. Где дырка в полу, это туалет. А говорить об этом, значит оскорблять память ветерана. Ну, я об этом уже и снимал видео. Пятое. Развитие педагогической науки. В университетах создаются федеральные центры научно-методического сопровождения педагогических работников. Там будут проводиться научные исследования по детской психологии, физиологии, влиянию на детей информационных технологий, по организации воспитательной работы. И на все это Минпросвещение уже выделило, ни много ни мало, 500 миллионов рублей. Итак, мы подготовим замечательного высококвалифицированного специалиста. Класс. Вопрос. Что ему делать в Тверской школе? Окей, он любит детей. Таких любителей детей еще 30 штук минимум нужно. Это только в одну школу. Если я весь такой замечательный, я и жить, наверное, хочу соответственно. Я не хочу заполнять бумажки и постоянно слышать, что я всем должен за 10 тысяч. Я хочу за 100. С такой подготовкой я либо в крупный город поеду, либо стану репетитором. Когда подобный выпускник увидит реальное положение дел, а оно ой как отличается от лекций по педагогике, его тут же ветром сдует. И они с ветром будут правы. Все эти предложения министра великолепны. Но они никоим образом не решают главную проблему. Пока вы не сделаете сферу престижной, хоть что вы со студентами не проворачиваете, хороших учителей в обычной провинциальной школе не добавится. Хотя, если вот еще пару компетенций накинуть, если вам понравилось это видео, обязательно поддержите меня лайком. Кроме того, не забывайте про подписку, колокольчик, комментарии. Огромное спасибо всем, кто является спонсором этого канала. Ну а я встречусь с вами уже на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи!